Это было всегда, это есть сегодня и сейчас, это будет завтра и послезавтра, потому что это единственный ресторан, тот самый ресторан, самый вкусный ресторан, один из интереснейших ресторанов города Малиногорска, ресторан Учкуду, который располагается на Октябрьской 12. Октябрьская 12, то самое место, которое я открывал, это было достаточно давно, если честно, и тогда и сегодня, и сейчас мы здесь вкушали удовольствие. Попробуем вкусить сегодня. Чтобы стало понятно, ни один ресторан такого уровня не дотягивает до Учкудука, ни один. Почему это случается? Дело во многих вещах. И это даже не вещи, это стиль жизни. Ну нельзя, ободрав до кирпича, стены красить в разный цвет. Ну нельзя затенять в черный потолок, и это не круто, обосячиство. Сюда вложено все. Уж поверьте, зная уникальность, малость того, я и сам принимал участие. Все, ну практически все привозится из тех знаковых по стилю мест. Из этих же мест привозятся специи и удовольствие. И честно, при всем богатстве выбора, выбор лучшего качества приготовления пищи из всей зоны земли, и это Учкудук. Сколько труда вложено. Безумное удовольствие это на Октябрьской 12. Единственное, чего я желаю, чтобы это никогда не менялось. Поверьте, лучшего найти в России и в мире еще и поискать придется. И это не только мое мнение. Я специально не тороплюсь. Этого и не надо. Но как это представлено? Как? Вот так? Удовольствие чуть позже. И оно будет, поверьте мне. Как человек, проехавший самый топ стран. И капитализма, и коммунизма. А также неоднократно побывавший в турецком и египетском топе. Я вам про это утверждаю. Мало того, не каждый был в двоях. Таких-то в городе двое осталось. Мы ели то, что может вкусить всего 5% из топа. Мы много вкушали. Уж поверьте мне. Мне довольно часто говорят, ты только попробуй. Я не попробую, естественно. Почему мы приезжаем сюда, в Учку-Дук? Потому что, как бы вам сказать то, ресторанов в городе качественных не осталось, по сути, событий. Я имею в виду такого уровня. Такого уровня настолько качественно. Что это такое? Попровторюсь и попробую. Гусиное печь. Да-да-да, очень реально вкусно. Еще с примочками. Мне когда говорят, Леша, у тебя есть такой товарищ, который, ну, типа как ты. Я говорю, не против такого товарища, как типа я. Только давайте объясним суть событий. Ох, тороплюсь внезапно, потому что надо быстро это делать. Так тоже не делают. Но это очень вкусно. Поверьте мне. Да. Самое забавное, что все это делается без... Ммм. Она еще с примесью. Да-да-да-да. То есть вы можете гусиную печень в форме груши вкусить вместе с ягодами. Я теперь начинаю понимать. Я раньше никогда не думал, что это получится. Но теперь мне надо обязательно съездить во Францию. Да, я понимаю, о чем идет речь. Вот теперь я начинаю понимать, о чем идет речь. Но давайте все-таки определимся с Францией. Сможете ли вы, каждый первый из вас, поехать в ту страну, которая сейчас уже... Ммм. Да-да-да. А еще немножко томатика добавим туда. Как бы вам сказать, я много сыров-то кушал. Но таких изумительных я еще не ел в природе сегодня. То есть, оказывается, я тоже немножко из разряда того, что необходимо поправить все остальные блюда. Да. Вот такой разно... Разноинтересный. Сол. Колбасы. В принципе, самое забавное. Самое забавное. Самое забавное. То есть, давайте все-таки определимся. Вы сюда можете прийти. Причем, как бы вам сказали, цены здесь очень интересные. И я бы вам рекомендовал попробовать вот эту штуку. Поверьте мне, я не частый, далеко не частый посетитель шитивиков. Вот такого аромата. Я не знаю, где они это дело берут. Возможно, они это делают сами. Ну, просто-просто. И в принципе, используем дополнительные удовольствия. Вау, круто. Круто, ну, просто круто. Да. Давайте все-таки определимся. Слово крутизна, когда у Леши улетает. Когда это просто изумительно. Так все, что я тут делаю, имеют лучшее удовольствие. Что вот это такое? Вот это такое. Это самса. Почему маленькая? А потому что так должно быть. Вот. А вы не торопитесь. А тороплений тут и не должно быть. По одной простой причине. Самсов, самсы в городе Магнитогорске пруд-пруд-пруд-пруд-пруд-пруд-пруд-пруд-везде и всюду вам эти штуки предоставляют. Но лучшая самса была очень давно достаточно. Но сегодня лучше самса из того же уровня, того же качества, ну, в небольших размерах. Она здесь есть, в ресторане Учкудук. Я вам рекомендую все это дело попробовать. Я это дело рекомендую попробовать. И специально сейчас немножко чуть-чуть дальше закину. Потому что такого удовольствия вы не пробовали никогда. Да просто чудо. Так что тает безумно. Да, Максима, заходи, мы тебя ждем. Давай, заходи. Давай, заходи. Сейчас еще Максим придет. Да он-то тоже кое-что умеет в этой жизни. А вот с чем эта штучка? Скажите мне, пожалуйста. Это пиде, турецкая национальная закуска мясо баранье с овощами. Пиде, мясо баранье с овощами. Мало того, знаете, вот Турция. А как я Турцию люблю? А почему я так люблю Турцию? Блин, я в Турции буду 45 раз. Да, я Турцию люблю по вкусу. И вот это чистый турецкий пиде. Да вы просто попробовать должны. Сейчас все Максим это дело попробует. Вот, вот. Я теперь понимаю. Все должны. Давайте все-таки выкинем свои тараканы, косяки, пятое, десятое. Надо просто их выкинуть, поверьте мне. Я не знаю, точнее я знаю, теперь уже повара. Да-да-да. Не думайте, что это стоит дорого. Как бы вам сказать? Ну, в течение полторы тысячи рублей этого достаточно. Чуть-чуть больше, это будет вкусно. Если чуть-чуть больше и интереснее, ну, хотя бы раз. Сезон. Сойдите попробуйте. У нас четыре сезона. Я так думаю, что в каждый сезон вы себе можете позволить почувствовать удовольствие, которое вы сто процентов этого не сможете сделать дома. Ес! Да. Это от винта. У Максима времени 0,3, поэтому Максим должен срочно кушать. Главное же здесь красота. Тут непонятно вообще, как себе вести в ресторане мучку-дук. Потому что, с одной стороны, я видел, как Алексей сейчас глотал слюни, несмотря на то, что уже ел. А с другой стороны, вот эту красоту здесь как-то, в общем-то, просто жалко. Попробуем? Попробуем. А что попробовать-то лучше? А все, вот и да. Ты-то уже знаешь название? А я-то еще не знаю. Турецкая, что ли? Это Турция. Да, сразу в воспоминаниях о Турции. 2011 год. Мало того, мы здесь вообще с Алексеем как мушкетеры. Практически 20 лет спустя. Александр Дюма. Потому что мы помним, когда ресторан Учку-дук только открылся. И до сих пор не заросла народная тропа сюда. Я знаю даже, что люди командировочные, которые приезжают на комбинат, они обязательно одним из первых посвящают ресторан Учку-дук. Не зря. Однозначно не зря. Подожди, я помидорку хочу. Помидорку хочу. А вообще... Ой. Ну, не, ребят. Это что-то с чем-то. Я, конечно, не шеф Ивлев. Хотя мы стремимся. Ну, по крайней мере, по комплекции. Вот. И таких слов, как он профессионально, говорить не могу. Я скажу просто, очень вкусно. Единственное, что неудобно, в принципе, есть и говорить. Хочется, конечно, больше есть, чем говорить. Но говорить-то тоже надо. Съешь самсу. О, хорошо, съем самсу. А ее можно руками есть? Легко. Вот. Руками ем. Ты не знаешь, что это восточное? Круглые глаза. Круглее, по-моему, быть не может уже. Слушайте, ребят. В этой самсе, по-моему, собрали все достоинства восточной кухни. Она и острая, и пряная, и просто очень вкусная. Ммм. Ммм. И вот тут я вот как рыцарь на распуте. Ну, или как восточный рыцарь. Хотелось бы, конечно, и рука все время тянется вот к этому коктейлю. Но, к сожалению, я за рулем. А здесь присутствует алкоголь. А мы за рулем не пьем. А вот это безалкогольный. И поэтому это я с удовольствием попробую. Ммм. Ммм. Ой-ой-ой. Какая вкуснота. Паштет. Паштет, паштет. Хорошо, паштет. Доказать. Доказать нам надо. Надо доказать, понимаешь? Паштет. Что не только я, не только он. А мы все думаем. Хорошо, паштет. Займемся паштетом. Ну, Алексей настаивал. Наставял. А вот это вообще, ребят, вот когда вы ездили, вернее, когда, обязательно когда, не если, а когда вы попадете в рестораночку, вдруг закажете себе столик, то первое, что я советую попробовать, это вот этот паштет. Все, Леша, выключай камеру, дальше я буду просто жевать паштет. Мизена компания. На основе домашнего йогурта с добавлением огурца и зелени. Соус кайла на основе фабрики и томатов. Маринованный перец с чесночком. Маринованная капуста и соус с шакароб на основе фабрики и огурца с томатами. Позвольте, вы за вами поухаживайтесь. И разложить вам мясо и соуса. То есть, какое мясо вы желаете? Баранину, конину? Я бы баранину попробовал бы. Что-нибудь еще? Наверное, что-нибудь из салата. Попробуйте салат шакароб. Да, вот, наверное, и вот. Может быть, соуса к мясу? Я бы рекомендовал вам взять соус кайлу на основе томата. Да, так, спасибо. Может быть, овощи на гриле, печеный картофель? Овощи на гриле, если можно. Итак, шашлык. Вообще, конечно, шашлык должен быть из баранины, поэтому я выбрал шашлык из баранины. Ну-с, приступим. Вы не представляете, насколько это сочно, вкусно, аппетитно, привлекательно. Ну, единственное, конечно, у меня замечание. Ну, конечно, нельзя на компанию, но когда вы придете, особенно в компании вот с таким человеком, я бы посоветовал все-таки парочку мизе на компанию заказывать. Потому что, мне кажется, я один вот этот вот мизе, но без компании могу съесть. А кто у вас, Максим, называется? Мизе. Это мизе, это мизе, мы с тобой вместе. Почему нет? Потому что мы где? Потому что, потому что все-таки это учкудук, и учкудук это не обязательно, именно кухня с востока, ничего подобного, если это только вкусно. Давайте все-таки определимся, что мы будем сейчас кушать. Ну, смотря что вы желаете, я могу предложить вам положить мясо баранины, конины, люля-кебаб из баранины, или же мясо куриц. Давай, все-таки мы сделаем, баранину не буду есть, а конина есть, да? Конина, конечно, кониночка. Так, хорошо. Так, люля-кебаб, пожалуйста, если не сложно. А то Максим сейчас мне много ческушает. Не дам тебе люк. Ну, тогда ты все равно покушаешь, дорогой мой. Так, и что у нас еще с тобой? Может быть, капусточка и каши? Салат. Давай, салат. Салат и с овощами. С овощами? Сейчас идет мне салат. С соусами. С соусами? Попробуем. А вот это снизу что идет? Это печень говяжья. А! О! Печень. Да. Тут, к сожалению, мы не получаем, мы не можем съесть то, что мы обыкновенно едим. На мой день рождения. На мой день рождения мы едим шашлык из... Из свинины. Из свинины. Он будет, естественно, не сегодня, и сейчас. То есть, вы мне... Можно попробовать, да? Да. Может быть, соус аджику. А вот аджику, аджику. Аджику, аджику. Аджику, аджику хочу. Он любит острое. Фиг, я острое, а не острое. Может, 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 попробовать. Он тоже острое. Не надо мне, может. Ну, что ты мне в беседу что-то. Вот, 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 все. То есть, это получается... Как это называется у нас с тобой? Мизе на компанию. Мизе на компанию. Это Мизе на компанию. Ну, я бы один съел бы. Ей-богу. Я бы тебя подвинул бы из кадра и сам бы съел. Так нельзя же. Ну, ладно. Когда он будет кушать, я постараюсь это все делать быстро. Кстати, ты зря овощи на грине не взял. Зря? Ну, там еще что-то придет. Да. А я взял. Я не знаю. Ну, я не знаю, можно ли показывать обжорство в кадре. По-моему, это вот... Это из той же оперы. Да. Бля, кебаб. Изумительный. Да. Я не знал. А вам уже нагрели еще. Я никогда не знал. Я никогда не знал. Я никогда. Честно. Я никогда не знал, что можно сделать себе шашлык из коней. Я этого не... Поверьте мне, я этого... Я этого не знал. А сейчас попробуем. То есть у нас... Это еще и кладовая знаний. Это еще и кладовая знаний. Ага. Потому что в свое время, когда у нас не было ничего вообще в природе своей, это только было начало, естественно, я попробовал сделать шашлык из говядины. Ну, конечно, он таким не получился. Тут надо говорить о чем. Тут нам говорить о мастерстве повара. Мастерство повара, да. Здесь изумительное. Даже все это дело собрав воедино. Вот. Даже не подумав о ценностях. Потому что ценности это когда? Ценности это когда вы принесли деньги, отдали их в сетевики, вам там дали не пришли, как были что-то. А вот когда вы придете в учку долг, вы за каждую свою копейку получите качественный результат. Я вам серьезно говорю, давайте все-таки определимся. По крайней мере, то, что мы сейчас кушаем, это не просто изумительно, это вообще от винта. Не говоря о том, что... Как еще? Очень вкусно просто. Да, очень вкусно. Так что я вам всем рекомендую. Все-таки раз в сезон однозначно надо сюда зайти. Не, я рекомендовал бы раза три в сезон все-таки выходить. Даже вот, я бы, ей-богу, если бы это... Может быть, даже специальную кредитную программу где-нибудь в банке организовал специальный кредит на посещение ресторана «Вычку долг». Вот небольшой процент. Это вот лайфхак для банков, для наших, для местных. Реально очень вкусно. Очень вкусно. Просто много денег заработаете. Вот. Хотя вот... Да. Однозначно. Добрый вечер. Меня зовут Елена Бучковская. Я шеф по ресторану «Очку зуб». И я для вас приготовлю гастро-шоу, которое будет из вырезки говядины меню. Давайте. Сработаем на мой вкус. Пока. Пока. Тарту медную. Даже и побольше так медную. Чтобы больше остался довольным, счастливым и радостным. гастрономическое может идти. идти. Ага. Какая красота. А вот это вот гастрономическое шоу, и я присутствую, честно говоря, первый раз и участвую в этом шоу, потому что гость здесь не только зритель, но и участник, то есть вас спрашивают степень прожарки, какие-то предпочтения, и сам процесс готовки вызывает не просто восторг, а еще и море других эмоций, которые сложно передать. А вот это называется, ребят, фламбе, вот, это древний ритуал, так наши предки еще до каменного века даже, наверное, жарили мясо. Я заказал себе филиминьон с прожаркой медиум, и вы можете себе это заказать, причем вот теперь к такой меркантинной стороне вопроса. Вот Учхудук всегда считался и считается рестораном элитным, и это действительно так. Ну, посмотрите, ну, сервировка, гастрономические шоу, обстановка. И в то же время, наверное, вот, я даже не знаю, как вам это сказать. Вы здесь можете побыть вдвоем с супругой или большой компанией, заказав мизе на компанию, или заказав гастрономическое шоу, и при этом оказывается ресторан недорогой. Средний чек здесь, внимательно слушайте сейчас, 2-2,5 тысячи рублей, рублей, причем это с алкогольными напитками. Этот средний чек, конечно, можно заказать себе, так скажем, праздник живота, или просто обжорку, или можно довольствоваться довольно скромным обором продуктов, если вы, допустим, на диете, даже и это здесь учтут. Но средний чек 2-2,5 тысячи рублей. То есть позволить, как говорил Алексей, раз в сезон, то есть зимой, весной, летом и осенью, вот этот праздник может себе практически каждый магнитогорец. Долго не томить, да? То есть я сейчас еще раз запечатаю вот именно эту сторону, и уже вам подам, будет медиум, ну, чуть больше медиума. Вот я еще раз делаю, что расконечок остался. Единственное, наши предки, конечно, коньяком мясо не поливали французским. Ну, не было у них просто коньяка, поэтому не поливали. Ну, а вот наши гостеприимные хозяева ресторана Учхудук это делают. Они поливают мясо филиминьон, коньяком. А это самое главное в ресторане высокого уровня. Это называется подача. Вот так подальется филиминьон. Ну, вот это я попробую обязательно, несмотря ни на что. Я пожертвую всем, но я это попробую. Конечно, к черту моя диета, ну, наверное, простит меня, да простят меня все. Я это обязательно попробую. Приятного аппетита. Спасибо большое. И вам спасибо. Это было очень познавательно, кроме всего прочего. Ну, а сейчас мы насладимся филиминьон. Вот. А вы завидуйте. Это вот наслаждение особенное. Когда ты ни разу, я ни разу никогда не пробовал филиминьон. Это первый раз. Слюньки текут. Чувствуете, да? Ммм. Вы не представляете, как это сочно. Если вы отважитесь на гастро-шоу, и вам посоветуют прожарку шеф-повар, пожалуйста, послушайте его, сделайте так, как он говорит. И вы получите несказанное удовольствие. Мы в свое время были в Америке. Это дело было как раз в 1997 году. Тогда, да, тогда можно было что-то покушать за сумму достаточно небольшую. Возможно, сейчас это то же самое и есть в природе своей. Но давайте определимся. Что такое город Магнитогорск? Во-первых, город Магнитогорск – город топовый в действительности. То бишь, я еще раз вам говорю, в России уровня города Магнитогорска, ну, Москва у меня не самый топовый город, естественно. А остальные два города для меня лично. То есть мы не будем говорить, что Россия – это далеко где-то там внизу. Относительно нет, естественно. Кроме всего прочего, мы сейчас пришли к тому, что, ну, к сожалению, да и жизнь наша такая, что все приравнялось к доллару. К доллару, можно к юаням. Я и в юанях тоже был, поверьте мне. Что вы думаете, что я в Китае не был? Ну да, не было в Китае. Китайскую водку я там ни разу не ел. Не надо мне сказаться про пекинскую водку. Охрененное удовольствие в действительности. Что касаемо цен на… Если мы говорим о топе, то даже если мы будем говорить о Нью-Йорке, о Магнитогорске уровень Нью-Йорка, поверьте мне, я не думаю, что в Нью-Йорке есть три горнолыжных центра. Нет же? Нет. Я не думаю, что в Нью-Йорке есть только плавательных бассейнов. У нас их уже, по-моему, восемь штук. А еще будут? Может быть, есть. А может быть, есть, да. Ну, это же Нью-Йорк. Что же мы говорим? Да-да-да. Ну, а тут горнолыжных центров там точно нет. Вот. И такого замечательного исключительного кабинета там тоже нет. Так вот, мы будем говорить о том, что если бы… Ну, да, Филадельфия. Мы там тоже кушали, естественно. Вы думаете, не кушали? Естественно, мы не там кушали. Но вопрос возникает. То бишь, вы сегодня, сейчас… Какая у вас сумма вы можете потратить? Сумма ориентировочная, ну, примерно 30 долларов. Плюс-минус. Может быть, не дешевле. Плюс-минус. Может быть, и за меньшую сумму вы это можете перекусить. Именно где? Именно в ресторане «Учхудук», который демонстрирует свое топовое качество для всех. Для любого жителя города Магнитогорска. Поверьте мне. Попробуйте, попробуйте, просто попробуйте. Теперь я попробую. Естественный вариант. Сейчас доллары не популярны. Доллары не популярны, но, тем не менее, юани. 120 юаней. Да, да, примерно. А это примерно 1-2, если честно. Ну, да ладно. Как хорошо, чтобы пробелось, да? Тема весьма интересная. Я в свое время, это был 2006 год, Максим, чуть позже, я поехал в Германию. И там нам дали медиум. Но это был не медиум. Говядина была не медиум. Теперь я понимаю, что такое медиум. Это более сок. Медиум. Сборим сока. Немцы только шмидцы любят. И самое забавное. Мне вот... Погоди, мне это... Овощи это хорошо. Овощи, налегай на овощи. Нет, нет, про овощи это хорошо. Но самое забавное, это специи. Я не просто любитель специи. Я поклонник специй. Обожатель. Обожатель специи. О, да. Подожди, подожди. Я бы, конечно... Я в очередной раз скажу. Конечно, 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 это все хорошо и красиво. Но один из лучших поваров, один из топовых поваров города Манитогорска. Работает здесь. Работает здесь. А мы знаем про топовых поваров. Извините, я немножко вздремнул. И, к сожалению, до десерта мы просто не дожили. Потому что седьмая перемена блюда оказалась уже, наверное, слегка... Вот. Но... Вот смотрите, мы много сейчас говорили комплиментов этому заведению, его хозяевам, гостеприимным. А вот это уже нам комплимент. Так что если вы не дожили до десерта, ну уже некуда. То комплимент в виде синика, фаршированного черносливом, вам все равно подадут. Это уже вам комплимент. Сегодня, как вы уже увидели, перед вами выступала такая своеобразная группа. Чай вдвоем. То есть мы с Алексеем. Вот. И попивает татарский чай. Вот. 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 Мы еще и пооблизываемся. Это вот электронная, ребят, десертная карта. Если вы действительно не дожили до десерта, а такое может быть, то хотя бы посмотрите, какая это красота. Давайте все-таки определимся о поваре. Повар здесь, конечно, один из лучших городских поваров. Потому что этот лучший повар кормил и меня, и Виктор Федюк-Вчерашникова. Вы должны понять уровень Виктора Федюк-Вчерашникова. Я татару. Ладно так. Типа ерунда. Хотя по сути событий, да. И вы можете это дело попробовать. Для этого вопросов больших-то и не нужно. Просто надо понимать тот самый уровень, который мы вам сегодня показали. Мы вам показали реально крутой вариант. И вы это можете сделать, и проблем не возникает. Для этого вам что необходимо? Приехать сюда. Невзирая на те суммы, которые мы вам говорим, эти суммы в природе своей далеки до уровня Москвы. Но по качеству, по качеству мы далеко выше, чем уровень Москвы однозначно. И по уровню, и по качеству, и по идеальности мы говорим, вы даже можете никуда не ехать. Зачем вы ехать во Францию, когда вы можете французские вкусовые ощущения использовать здесь, в ресторане Учкуду. Но мало того, здесь вы можете все попробовать. И самый большой и интересный вариант для меня был – это специи. Да, я вам серьезно говорю. Ресторану Учкудук по качеству приготовления своей пищи я ставлю 5 баллов.